итак друзья всем привет вы на канале деды морозы т.в. сейчас буду комментировать очень интересный бой против двух сильных игроков это артов вар 3 и мастер 228 наш игрок мистер факер он зеленого цвета снегурочка у нас значит синим цветом прошел сбор ящиков напополам снегурочка вышла с развертки поплыла дельтой собирать ящики поставила торпеду но красный игрок уже успел ее поставить вероятнее всего он это сделал в развертку но снегурочка тут тоже молодец его маленько перехитрила и забрала можно сказать два ящика у него из-под носа дальше торпедина убивает дельту мистер факер вышел в третий штаб у него 7 с снегурочка апает третий штаб строится 2 верфь они обсуждают цвета красный у нас значит это мастер 228 дракон желтого цвета готов первый викинг верфи апаются до посейдона будет будут производиться с одной версии посейдона другой викинги готов первый вертекс полетел на разведку у красного игрока у нас 5 с 3 штаб желтый игрок у нас тоже вышел в авиацию у него уже семь цс тоже третий штаб вот так что наши игроки делают море авиацию и игра будет достаточно ожесточенной убивает каймана нагло подглядывающего ставится 3 торпеда у красного игрока но у снегурочки уже готов посейдон но вероятней всего небольшой недоконтроль возможно не был прожат boost во время поэтому посейдон подплыл ближе вот дальше у нас продолжается накидывание торпеде не красный игрок не торопится обороняться видать выстраивает большее количество войск комбинируется и так далее тем временем у нас уже четыре посейдона четыре викинга конечно он красный игрок занял здесь более выгодную позицию на море здесь можно проплыть в центр наворотить там делов и ну и расставиться широким фронтом вот все красный игрок пошел в атаку но непонятно что он делал все до этого момента ведь корабли не выстроены немного напал и начал отступать в общем немного непонятно что он сделал может быть это какой-либо недоконтроль произошел как вы уже заметили у нас красному игроку ассистируют желтый игрок он тоже вышел в море и снегурочка уже давно бы его продавила если бы он не пришел на помощь к своему напарнику и она просит помощи у факера грибкова гимни на море вот продолжается борьба строятся торпедки факер помогает у него очень мало авиации на данный момент остается всего лишь два посейдона одного убили пока говорил викинга тоже все у факера полетели торы выносит одну верфь ну я думаю если бы факер знал что два тора вынесли бы одну верфь он бы отправил два тора на другую верфь но все равно минус 1 верфь это тоже очень хорошее преимущество снегурочка отступила тем временем мистер факер собрал такой приличный зевса щит пошел в атаку вылетели кречет и тайфуны сбивают тем самым он не только нападает разбивает но и отвлекает красного игрока вместе с желтым щит у него тут крутится вокруг войск фишка наверное у него такая ну да ладно кречет избиваются по моему их уже даже совсем не осталось снегурочка тем временем копит флот также факер уничтожает остальные версии уничтожает казармы электростанции вот выбил торами авиазавод но вероятнее всего он был второго уровня тем самым оставив дракона без авиации но как видите у него есть две версии и он очень хорошо ассистирует красному игроку на море вот пошел спам пехоты от красного игрока тем самым выходит ненужное отвлекающие мясо тратящие ресурсы на себя убивается электростанция у снегурочки уже накоплен достаточно большой приличный флот и пошла морская борьба много-много посейдонов убиваются аллигаторы прорвались прорвался флот верфям мистер факер продолжает накидывать желтому игроку снегурочка подошла к красному пробилась красный игрок не теряет не оставляет его надежды и он строит торпедки но уже безуспешно убиваются последние авиаторы в принципе победа на суше можно сказать одержанная на море одержана игроки взрываются все победа всех поздравляю всем спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайк всем счастливо ну и вот Субтитры сделал DimaTorzok